Ограбили! Ограбили! Это Фантомас! Это Фантомас! Вы за это ответите! Разбудите! Слушаюсь! Простите! Объявить тревогу! Объявить тревогу! Объявить тревогу! Тревогу? А какую? Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Фантомас 1964 года, франко-итальянская приключенческая кинокомедия режиссера Андрея Юнебеля, пародия на романы Пьера Сувестра и Марселя Аллена, а также серию фильмов о Джеймсе Бонде. Фильм является первой частью трилогии о приключениях преступников Фантомаса и его противников, комиссара Джува и журналистов Андора. Первая экранизация была предпринята в 1913 году режиссером Луи Феайдом, который снял серию немых часовых фильмов. Этот криминальный сериал получил признание у публики и оказал влияние на последующие экранизации, в частности на трилогию Юнебеля, где присутствует значительное количество пародийных отсылок и заимствований из картин Феайда, решенных комедийным фарсовым ключем. В середине 1960-х годов фильм Юнебеля и два его продолжения возродили интерес к собороду Фантомаса. Жан Морей исполнил в фильмах несколько ролей, в том числе Фантомаса и его противника, журналиста Фандора, а Луи де Финес сыграл незадачливого комиссара Джува. Кинокомедия Фантомас с Луи де Финесом является одним из лидеров советского кинопроката. Его посмотрели 45,5 миллионов зрителей. Требщи, Фантомас, ты меняешь маски, но голова у тебя все-таки одна. Не советую тебе задирать ее слишком высоко, как бы она у тебя не свалилась. Смеется тот, кто смеется последний. Фантомас, скоро мы с тобой разделаемся. Поверьте мне, господа, у вас нет абсолютно никаких оснований для страха. Фильм Фантомас, актеры и роли. Жан Морей, Фантомас, журналист Фандор, лорд Шелтон, тюремный назиратель. Луи де Финес, комиссар Джув. Милен де Манджо, Элен, подруга Фандора. Жак Динам, инспектор Мишель Бертран. Роберт Дальбан, редактор газеты «Рассвет». Мари Элен Арно, леди Бельтам, соратница Фантомаса. Мы последовали вашему совету, комиссар, и проявили отпечатки. А, правильно. Ну и как? Они оказались вашими. Действительно, все верно, математически точно спорить с наукой невозможно. Выходит комиссар полиции Фантомас. Никогда не мог себе представить, что я Фантомас. Как интересно. Смотрите все, я Фантомас. А в России появление Фантомаса случилось еще в эпоху правления Николая Второго, когда был выпущен Фантомас в 1313-14 годы. Луи Фей Ада. Фильм с успехом демонстрировали в петербургских, московских и рижских кинотеатрах. В замыслах создателей фильма было снять не трилогию, а гораздо большее количество фильмов про Фантомаса. Журнал «Советский экран» даже ошибочно написал, что снято уже 4 фильма, но в итоге осталась трилогия о Фантомасе. У режиссера Фантомаса Андреа Юнибелли была идея снять 4-ю часть в Москве, но он не смог найти финансирование для съемок картины. Образ комиссара Жуи в трилогии «Фантомас» во многом был изменен Луи Дефинесом. Он по своей инициативе внес много нового, но при этом сделав его не клоуном, а все же комиссаром. В основу фильмов о Фантомасе – «Фантомас» с 1964 года, «Фантомас. Разбушевал» с 1965 года и «Фантомас. Против Скоттлэд Ярда» с 1966 года положена бульварная серия романов, выпущенная в начале 20 века. «Тогда почему Фантомас тебя похитил этой ночью, если ты все наврал?» «Именно потому, что я наврал». «Ты врешь! Ты врешь! Ты врешь! Он врет! Он врет!» «И так вы меня обвиняете во лжи. Значит, по-вашему, я говорю правду как долгу?» «Ой, молчи, молчи, молчи!» «Ну, слушай, слушай!» «То есть, как я смею говорить, не ты, то есть вы, этот человек, по-моему, не в состоянии следовать разумной логике. Он абсолютно выдохся». Премьера фильма «Фантомас» с 1964 года в США состоялась лишь спустя полтора года после премьеры, 5 апреля 1966 года. Первоначально комиссар Иджива должен был играть Бурвиль, но перед съемками актер отказался, и роль отошла к Луи Дуфинесу. Режиссер «Фантомаса» Андрей Мюбель пригласил на главную роль Жанна Море после того, как увидел опасный трюк его исполнения и разглядел в нем того самого бесстрашного романтического героя – журналиста Фандора. Писатель и создатель «Фантомаса» Марсель Альент был разочарован сценарием, но потом, когда посмотрел фильмы трилогии, остался доволен. Как говорят, когда Луи Дуфинес услышал советский дубляж своего героя «Комиссара Жу» в исполнении Владимира Кенигсона, то был восхищен. В СССР фильм попал по своеобразному обмену – двухсерийная постановка Анны Карениной на три серии о «Фантомасе» с Жанном Море. В Италии фильм вышел под названием «Фантомас 70». «Вы давно сюда вошли? Это прескверная шутка, мой друг!» «Вы, может быть, лунать, комиссар?» «Самое забавное, что я ночью…» «Ночью Фантомас совершил новое преступление». До «Фантомаса» Жану Море уже приходилось играть несколько ролей в одном фильме. К примеру, в фильме «Красавица и чудовище» 1946 года, где он исполнил три роли. В роли «Леди Бильтам» снялась Мари Элен Арно, французская фотомодель и модельер, получившая прозвище «Девушка Шанель». В ее активе всего пять киноработ и фильм «Фантомас» 1964 года, ее последний фильм в кинокарьере. Показ этого фильма в СССР привел к некоторым эксцессам в подростковой среде, что отражено в фильме «Анискина Фантомас» 1973 года. Связано это было с тем, что комедийный «Фантомас» Жаном Море был воспринят подростками на полном серьезе. Даже появилась детская дворовая игра, когда ребята натягивали чулки и бегали по двору, играя Фантомаса. В почтовые ящики клали листочки в косую линеечку с надписью «Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи, Фантомас». Луи де Финес после фильма «Жандарм из Сент-Рапе» 1964 года уже стал звездой, но после «Фантомаса» он стал самым популярным актером во Франции. Жерар Коган создал знаменитую маску Фантомаса, разработанную самим Жаном Море. Однако Море в маске Фантомаса чувствовал дискомфорт и часто жаловался на это. Кроме маски, Жерар Коган приложил руку к носу и ушам Луи де Финеса, когда Фантомас переодевается в комиссара Жува, изображая бандита. У Владимира Дружникова, озвучивая сразу две роли, была трудная задача – справиться сразу с двумя противоположными по характеру ролями – злодея Фантомаса и журналиста Фандора, с которыми он справился великолепно. В Фантомасе Жан Море практически все трюки исполнил сам. Чтобы не выглядеть хуже Жана Море в физическом плане, Луи де Финес сам выполнил прыжок с моста на проезжающий паровоз. Я превращу тебя в гения зла. Для чего? Чтобы совершать злодеяние. От твоего имени. От твоего имени и с твоим лицом. Ты унесешь с собой в могилу эту тайну. Фильм Фантомас. Сюжет. Журналист Фандор преследует таинственного преступника Фантомаса. Обе роли играют Жан Море, совершающего дерзкие ограбления и убийства. За Фантомасом охотится и полиция, которого возглавляет туповатый комиссар Жув Луи де Финес. Неуловимый преступник использует портретные маски преследователей во время налетов, окончательно запутывая полицию и прессу. А сам Фантомас увлекся Элен, Милен де Манжо, невестой Фандора. И только ревность леди Бельтам, Мария Лен Арно, преданной спутнице Фантомаса, помогла влюбленным вырваться из плена многоликого злодея, который мечтает о мировом господстве и использует новейшие достижения науки и техники, чтобы остаться безнаказанным. Я намерен создать существо, которое мне целиком подчиниться. Я подыскиваю мозг. Кажется, твой подойдет. Весьма польщен. Мне право, кажется, можно подобрать и лучше. Скромность – это признак ума, не сомневаюсь, что мы хорошо поработаем. В фильме «Фантомас» 1964 года мы наблюдаем весьма изящный подход к сюжету, автор которого явно создавал персонажей не для галочки, каждому оставляя значимую роль в жизни мира. Хотя главным героем является журналист, ставший целью Фантомаса, практически постоянно зритель наблюдает за неудачами комиссара Жюва. Иронично, что сам комиссар не выступает в фильме «Фантомас» 1964 года главным героем. Его роль второстепенная, но при этом не менее значимая. Жан Морэ в ролях Фантомаса и журналистов «Андора» и Луи Дефинес в роли комиссара Жюва составили в этом пародийном зрелище Андрея Юнбеля замечательный актерский дуэт. Дефинес веселил публику своей неукротимой энергией и потешной мимикой, а Морэ покорял зрительские сердца своей красотой, ловкостью и удачливостью. Фантомас – это своего рода бандиана по-французски, о неуловимом злодея, использующем в своем преступном арсенале подводные лодки и разнообразные маски. В Фантомасе меньше смертей, больше юмора и шуток, но никак не меньше трюков и погонь. К сожалению, от преступлений зависит наша общая карьера. Пугать людей – вот ваша профессия. Жду минутку, я докажу, что это все игра воображений чушь. Я знаю, что говорю, это будет такое разоблачение, оно потрясет мир, как настоящий... Оставаясь в пределах однообразных локаций, даже не покидая страну, персонажи Фантомасе умудряются участвовать во множестве событий разом. Они и по темным улицам бегают, и замки обследуют, и летают, и плавают. Полный набор экшена. Фильм «Игра Луида Финесса» перетянула внимание зрителей от главных героев в исполнении Жанна Морэ. Фильм «Фантомасе» 1964 года лично у меня по-прежнему ассоциируется именно с Луида Финессом. Уж слишком он получился колоритным и объемным. Можно сказать, что образ французского полицейского, жандарма, комиссара в его исполнении стал знаковым для мирового кинематографа. Милен де Монжо в роли Элен, воплотившая идеал французской женщины, удивительная красота, сексуальность, невинность, кокетливость сделали ее объектом мечты мужчин со всего мира и примером женского подражания. Положительных эпитетов в адрес «Фантомаса» 1964 года можно найти, сколько душа пожелает. Так что смотрите этот шедевр и подбирайте сами. Вечер, проведенный в компании недотепа комиссара Жуа, ироничного у журналиста Фандора с красавицей Элен, запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. И особенно серый кардинал фильма, многоликий и ужасный «Фантомас». «Нет, это не конец! Мы еще встретимся, как «Фантомас!» И тогда ты от меня не уйдешь! Ты будешь наказан!»